Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о текущей эпидемиологической ситуации в Республике. Жители Республики Сахай-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется наличием 50 новых случаев, выявленной новой коронавирусной инфекцией. По данным управления Роспотребнадзора, в городе Якутске выявлен 31 случай в Мерденском районе, в 5 от 1 до 3 случаев зарегистрированы в 10 районах Республики. Таким образом, за последние сутки в 14 муниципальных образованиях фиксируется наличие новой коронавирусной инфекции. Во всех этих муниципальных образованиях учреждения здравоохранения совместно с управлениями Роспотребнадзора по соответствующим территориям проводят работу по выявлению контактных лиц и по осуществлению лечения больных граждан. За сутки на территории Республики, несмотря на то, что были праздничные дни, за сутки 23 февраля 742 исследования произведено на новую коронавирусную инфекцию, работали лаборатории по графику, определенную Министерством здравоохранения заранее. Всего за период пандемии в Республике сделано и обработано 960 282 теста. На настоящий момент в Республике продолжается вакцинация, производится в 44 медицинских организациях, в которые развернуто уже 156 пунктов вакцинации, создано 110 мобильных бригад. На 24 февраля 2021 года первую вакцину получило 36 635 человек. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно непосредственно в поликлиниках по месту жительства. На настоящий момент приоритет вакцинации отдается гражданам пожилого возраста, а также лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Вакцинация именно этих категорий граждан, а это значит наших с вами старших братьев и сестер, родителей, возможно облегчит их как в течение возможных заболеваний коронавирусной инфекции, так и в целом вирусную нагрузку, которая у нас сегодня в Республике, соответственно, имеет место быть. Активно у нас получают прививку в Якутске, Валданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Усть-Алданских районах. Меньше всего, к сожалению, по данным сегодня медицинских организаций, прививаются в Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Чуропчинском и Горных районах. Мы призываем, соответственно, население и оперативные штабы на местах усилить работу, направленную на пропаганду необходимости иммунизации населения и осуществление вакцинирования граждан на территории Республики. Сегодня глава Республики Саха-Якутия осуществлял объезд по учреждениям здравоохранения города Якутска, ознакомился с теми возможностями, которые появились у наших медицинских организаций, в том числе и для лечения новой коронавирусной инфекции. И, соответственно, на настоящий момент все врачи, значит, и медицинские работники просят прежде всего и обращаются ко всем гражданам Республики о необходимости все-таки продолжения соблюдения тех мер, которые предусмотрены указами главы Республики. В связи с этим это даст возможность все-таки не давать достаточно быстро распространяться инфекции, которая на фоне такого вот видимого благополучия, на фоне видимого снижения все-таки есть у нас в Республике, есть в городе. И в связи с этим, конечно же, есть и во всех наших населенных пунктах. Необходимо прежде всего не забывать, что есть ограничительные меры, которые необходимо соблюдать. Отдельно оперативный штаб обращается к организаторам мероприятий, которые на настоящий момент разрешены, в том числе и с 50-процентной загрузкой залов, которые проходят в учреждениях культуры, и, соответственно, с различного рода мероприятиями, которые нам сегодня хочется проводить, особенно в праздничные дни. Обращаем ваше внимание на то, что проведение этих мероприятий на территории Республики не допускаются. Поэтому при проведении, соответственно, мероприятий с большим количеством народа обращайте внимание на то, что вы нарушаете указ главы Республики Саха-Якутя. Продолжение следует...